Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бульканту. Меня зовут Елена Корнелеса Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милоки и Бельмонека. Сейчас я расскажу вам некоторую информацию об удивительной французской певице Ирен Кампанес. Мне даже очень интересно узнать, а кто до этого видео был знаком с творчеством этой певицы. Лично я не так давно нашла ее запись на ютубе и была поражена красотой ее голоса. Поэтому сейчас не буду описывать ее технику, ее потрясающий голос, а немножко расскажу, что я знаю о ней самой и о ее семье. Ирена Кампанес родилась в еврейской семье, русского происхождения. И ее родители вместе с ее старшей сестрой переехали во Францию. Они эмигрировали давно, когда Ирине еще было достаточно мало лет. Но, как ни странно, для русский язык она не забыла. И это можно услышать в ее исполнении Арии Альта из Кантаты Прокофьева Александра Невский. Я ссылку дам в описании, даже две ссылки, какая вам будет приятнее и интереснее. Я думаю, что это одна и та же запись, но в два раза выложенная в Ютубе. И вы можете насладиться ее пониманием, красотой. Да, Бог дал ей, одарил ее огромным богатством с точки зрения голосового аппарата и с точки зрения музыкального мышления. Она успела спеть Искала и с разными другими большими певцами. По-моему, даже с Оролей Доминго была запись. Но почему мы так мало знаем о ней? Во всяком случае, я могу сказать о себе. Я совсем ее даже не знала ее существование некоторое время назад. Оказывается, когда я ей исполнилась 35 лет, примерно в этом возрасте, она потеряла певческий голос. Это я смогла найти на страницах Гугла. Я искала, искала, искала информацию. И оказывается, не так давно, я думаю, лет, около 10 лет назад, сделали фильм, посвященный именно Ирен Кампанес. И я дам ссылку на короткий анонс этого фильма. Если вы желаете, вы можете фильм найти. Правда, на французском языке, но я думаю, может быть или понятно, или есть перевод даже, скорее всего. как-то все очень просто в ее голосе звучит, вы поймете, что все очень-очень просто. И вот сейчас мне интересно, что случилось с ней. Я фильм не смотрела, не пока. Но в 35 лет потерять голос, и я знаю, что она долго искала способ вернуть голос. И, наверное, она не знала. Может быть, это был вирус, может быть, это было простудное заболевание, может быть, что-то, потому что с точки зрения техники у нее было все очень хорошо. Но, опять же, я не знаю, насколько она перегружала голос, свою нервную систему и так далее, и так далее. Разные бывают причины. Во всяком случае, она пыталась вернуться в профессию, но вот как-то не случилось. Слава Богу, остались с Эпси, благодаря которой мы можем узнать, как же она пела. Голос редкой красоты редкой ровности, редкой простоты в звукоизлечении. Все кажется очень простым, очень естественным в ее исполнении. И, наверное, имея такое счастье петь красивым голосом, во всяком случае, есть что вспомнить. не только, скажем, у нее была короткая карьера, были различные певцы, которые имели очень короткую, там, 10 лет карьеры, но они оставили глубокий след. Да, Анита Черквейти, например, итальянская певица, очень коротко пела, скажем, не так долго, но остались прекрасные записи. Сестра Ирен Кампанес старшая, она была и писательницей, и режиссером, и сценаристом. И вот именно Нина Кампанес, сестра старшая Ирен, она пошла по стопам своего отца. И Нина Кампанес была очень известна на французском телевидении. Предлагаю вам послушать голос Контральто, настоящая Контральто Ирен Кампанес. Желаю всего доброго и до свидания.